Здравствуйте! В эфире новости Альметьевска. В студии Елена Морданшина. Смотрите сегодня в нашей программе. Погода в помощь. На полях района началась уборка зерновых. Техники хватает. Погода пока нам позволяет. Бегом от алиментов. Горе родители в Татарстане задолжали детям свыше трех миллиардов рублей. Где-то просто стороны договариваются. Ну, совместно начинают жить, отказывается. Супруга бывшая приходит от алиментов. С юбилеем альметьевска жители поздравляют любимый город. И, конечно, хочется, чтобы он еще больше развивался. В альметьевском районе началась уборочная кампания. Всего земледельцы должны убрать 44 тысячи гектаров зерновых. Из них около 14 тысяч озимые. Сейчас убрано 2,5 тысячи гектаров. Намолочено 6 тысяч тонн зерна. Татьяна Леонтьева продолжит тему. Почти неделю на полях хозяйства имени Токарликова с раннего утра можно слышать шум комбайнов. Здесь работает более 10 современных зерноуборочных машин и 9 грузовых, куда сыпается все собранное зерно. Сейчас убрано более 800 гектаров озимой пшеницы. Всего ей засеяно 2100 гектаров. Также планируется убрать более 2000 гектаров ячмени и 1800 гектаров ировой пшеницы. Средняя урожайность 23 центнера с гектара. Техники хватает. Погода пока нам позволяет убирать. Наш зерноток, элеватор, успевает принимать все зерно, которое есть. Наша основная задача убрать зерно в агротехнические сроки и самое главное без потерь. Все собранное зерно транспортируется на элеватор. Здесь оно взвешивается и проходит проверку в специальной лаборатории. Затем всыпается в сушилку. Процессом сушки управляет оператор. В сельхозпредприятии «Союз Агро» три сушилки. Если они заполнены, то зерно какое-то время находится на улице или в складах. После сушки зерно сортируется, поднимается вверх по трубам элеватора и уже потом попадает в зернохранилище. Одна такая бочка вмещает в себя 30 тысяч тонн зерна. Здесь таких бочек 10. Часть зерна будет использована на продовольствие, а часть пойдет на семена. Но перед этим она тоже должна пройти подготовку. Здесь привозим, идем на линию, где перерабатывается, и идет подготовка, обработка, очистка, скалибровка, выравнивание семян, которые после идут на посев. После того, как семена полностью готовы, они упаковываются в мешки. Один такой мешок вмещает одну тонну зерна. За сушкой, сортировкой и хранением тоже следит оператор. На экране его монитора можно отслеживать весь процесс в реальном времени. Сейчас здесь обрабатывается пшеница. А вообще в хозяйстве «Союз Агро» выращиваются различные культуры. А вообще по Альмейскому району 14386 гитар выбирать. Туда входит горох у нас 500 гитар, ячмень почти 4000, яровая пшеница 1460 гитар, гречиха, 1300 гитар, рапс и горчица по 1200 гитар. Очень большой объем, конечно, есть, чем работа. Такие же работы сейчас ведутся во многих хозяйствах района. Всего зерновые культуры посеяны на площади более 44 тысяч гектаров. Сейчас собрано более 2500. Собрано более 6000 тонн зерна. Активно работают такие предприятия, как АО «Токарликово», «Союз Агро». Подключаются фермерские хозяйства, большинство фермерских хозяйств выходит на зимокультуру. Татьяна Леонтьева, Булат Загидуллин, Альметьевск ТВ. Взыскание алиментов на содержание несовершеннолетних детей стало сегодня темой брифинга в кабинете министров республики. 20 тысяч жителей Татарстана имеют долги по алиментам. В общей сложности неплательщики задолжали 3 миллиарда рублей. Работу по взысканию задолженностей по алиментным платежам ведет Федеральная служба судебных приставов. Насколько успешно удается заставить должников платить, узнала наш корреспондент. За 6 месяцев 2018 года заведено 802 дела по розыску алиментщиков. 554 нерадивых родителей уже разыскали. Об этом представителям СМИ сообщила уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина. Но, к сожалению, это не проснувшись от чувства долга, а результат работы судебных приставов. Забота о своем потомстве – это все-таки то, что лежит в основе наших морально-этических ценностей. И то, что является сегодня нормой поведения для родителей, которое закреплено в законодательстве. И вот совершенно непонятно, почему вдруг сегодня у нас какие-то родители, а их в Татарстане 20 тысяч человек, вдруг начинают, вопреки законам природы, нравственности, этики и законодательства, своих законодательных обязанностей, вдруг считают, что они могут этого не делать, и их ребенок, видимо, как-то сам по себе должен, в общем-то, вырасти. Чтобы заставить должников по алиментам погасить задолженность, закон позволяет арестовать и изъять личное имущество, удержать часть заработной платы, ограничить право управления транспортным средством. Все более активно принимаются меры по административному воздействию на алиментщиков. Ужесточены и административные на сегодняшний день меры воздействия на алиментщиков. Сегодня в случае неуплаты без уважительных причин в течение двух и более месяцев на должника может быть такое административное наказание возложено, как обязательная работа до 150 часов, либо административный арест от 10 до 15 суток, либо административный штраф до 20 тысяч рублей. Статья 157 Уголовного кодекса сегодня предусматривает уголовную ответственность за неоднократную неуплату. На сегодняшний день в Альметьевском районе возбуждено около тысячи исполнительных производств по взысканию алиментов. Около половины из них было окончено. Например, если должник трудоустроен, а задолженность по алиментам составляет меньше 10 тысяч рублей, судебные приставы вправе направить исполнительный документ на удержание из организации и окончить исполнительное производство. Где-то просто стороны договариваются, совместно начинают жить, отказываются, супруга бывшая приходит от алиментов. То есть в этом случае тоже производство оканчивается. За первые шесть месяцев 2017 года количество привлеченных к административной ответственности было 36 человек, а на сегодняшний день таких около 70. То есть почти в два раза мы усилили эту работу, и суды как бы встали на нашу сторону и привлекли данных должников к административной ответственности. Возможности возбуждены 17 уголовных дел по ст. 157, ч. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводятся два раза в неделю рейды на установление данных должников, потому что мы сами понимаем, что не каждый должник проживает по месту жительства. В ходе брифинга также были выдвинуты и предложения по эффективности взыскания задолженности по алиментам. В первую очередь работодатель обязан сообщить о трудоустройстве должника в Федеральную службу судебных приставов. Страховые компании также должны сообщать о страховых выплатах должников, а медицинские организации предоставлять информацию об обращении должника в клинику. Ангелина Хабибулина, Тимур Туманов, Альметьевск ТВ. И накануне судебные приставы разыскали жительницу Альметьевска. Она задолжала двум детям свыше 300 тысяч рублей. Женщина категорически отказывалась исполнить решение суда и потому длительное время скрывалась от судебных приставов. К слову, должница ранее уже привлекалась к административной ответственности по неуплате алиментов. Так ей был назначен арест на 15 суток. Исполнители закона нашли женщину в одном из садоводческих обществ. Теперь ее ждет уголовная ответственность. Добавим, на сегодняшний день около 2,5 тысяч матерей в Татарстане не платят алименты. Стоит отметить, что привлечение к ответственности не освобождает должника от уплаты долга. Сотрудники Альметьевского территориального органа госалкогольинспекции и отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД по Ознакаевскому району в ходе ночного рейда выявили нарушение закона в одном из магазинов города. Там продавали пиво после 10 часов вечера. Кроме этого, в ходе осмотра места происшествия выявлен оборот спиртного без сопроводительных документов. Всего в магазине изъято 10 бочонков пива общим объемом 300 литров. Видимо, расчет продавцов был прост. Низкая цена, а именно 36 рублей за литр. Правда, покупатели и забыли предупредить, что у напитка давно истек срок годности. Дата розлива пенного светлого – 15 сентября 2017-го. Срок годности – до 12 декабря 2017-го. Немногим свежее оказался сорт, который стоил в два раза дороже. Его разлили 15 апреля этого года, но срок годности его истек уже 13 июля. По фактам нарушений Альметьевским территориальным органам госалкоголинспекции Республики Татарстан возбуждено дело об административном правонарушении. К другим темам. Уже несколько дней в районе продолжаются поиски пропавшей 77-летней женщины. В Афиях из Ахметовна Марданшина, жительница деревни Кама-Елга Альметьевского района, 27 июля ушла из дома и не вернулась. Последний раз ее видели на парковке у торгового центра Мактама-парк в Нижнем Актаме. Сообщается, что на женщине в день пропажи были зеленая футболка, серая юбка, на голове повязан коричневый платок. Важные подробности. Пропавшая страдает потерей памяти. Может быть дезориентирована. Всех, кто может сообщить хоть какую-то информацию, просят обратиться по указанным телефонам, либо по номеру 02. Госавтоинспекция сообщает об аварии на загородном шоссе. Накануне вечером 30 июля ДТП произошло на автодороге Казань-Оренбург. Водитель автомобиля Toyota RAV4 не выбрал необходимую дистанцию и безопасную скорость, из-за чего столкнулся с прицепом трактора. Трактор двигался в попутном направлении. У него отсутствовали задние габаритные огни в темное время суток. Пострадали два пассажира. Они доставлены в Альметьевскую городскую поликлинику номер 3. Это еще не все новости. Смотрите далее в нашей программе. С юбилеем Альметьевск жители поздравляют любимый город. Золотых яблок в Альметьевске станет больше. В Нефтеграде продолжается паблик-арт-программа по оформлению зданий и сооружений. Мы продолжаем нашу специальную рубрику. Она посвящена важной для Альметьевской дате. Городу исполняется 65 лет. И мы решили собрать поздравления альметьевцев. Тех, у кого с городом нефтяников связаны самые светлые воспоминания. Тех, у кого родной город вызывает поистине теплые чувства. Все это и о нашей следующей героине. 50 лет назад я закончила Альметьевскую городскую среднюю школу номер 5. Это был первый выпуск средней школы. И через 5 лет я вернулась сюда, в город Альметьевск, уже учителем. Я прошла школы номер 12, 5, 18. И, наконец, вот та школа, которая стала для меня на сегодняшний день дороже всех, это ЕМГИ. Альметьевская городская, естественно-нагматическая гимназия ранее, а теперь лицей номер 2. Чем славится наш город? Он небольшой, очень уютный. И когда первые жители Казани приезжали сюда в надежде увидеть здесь маленький городишко, и вдруг обнаруживали при въезде в город высотные дома, они были поражены тому, что это не просто маленький и уютный город, а действительно крупный промышленный центр. И это в нашем городе, конечно, очень важно, то, что, несмотря на то, что он содержит вот такие в себе особенности, старается развиваться в русле времени. Наш Альметьевск, мне нравится тем, что в нем дома цветные. И это накладывает свой отпечаток на оптимизм жителей. Это очень важно, чтобы даже в пасмурный день дома были светлыми, яркими, и краски города радуют глаз и весной, и летом, и осенью, а зимой расцвечиваются к Новому году яркими блестками огней. За это я и люблю свой город. И, конечно, хочется, чтобы он еще больше развивался. Вот этого я бы пожелала своему родному городу. Пожелала развития, пожелала благополучия его жителям, чтобы здравницы наши работали, чтобы школы наши функционировали, чтобы все в нашем городе способствовало и жизни, и труду. И еще о безопасности на дороге. В детских садах продолжаются профилактические беседы. На этот раз ПДД закрепили малыши из детского сада «Колокольчик». Урок провели исполняющие обязанности инспектора по пропаганде отдела ГИБДД Ильгиза Курамшина и начальник отдела профилактики управления безопасностью дорожного движения Лилия Рафигулина. Они познакомили детей с правилами дорожного движения, рассказали об опасностях на дороге для пешехода, пассажира и велосипедиста. Подробно поговорили о том, почему важно крепить на одежду световозвращающие элементы. Также посмотрели тематические видеоролики. После просмотра для детей провели опрос, чтобы закрепить знания. И в юбилейный год город преображается. В Альметьевске продолжается реализация программы по художественному оформлению социальных и промышленных объектов. «Сказки о золотых яблоках» – это паблик-арт-программа, направленная на создание нового облика нестенной талиции. Тематика работы – это история татарского народа, легендарных татарских персонажей, а также необычные истории из жизни жителей города. Проект реализуется при поддержке компании «Татнефть» при участии Института исследования стрит-арта из Санкт-Петербурга. Работа над ним будет длиться в течение пяти лет. Что интересного появится в Альметьевске в этом году, расскажем далее. Первые арт-объекты появились в городе в прошлом году. Благодаря работе художников, обычные городские строения превратились в настоящие достопримечательности. Картина «Земля дуэта худо» украшает стены гаража на улице Ленина. Масштабные полотна также появились на резервуарах котельной номер 2 и на фасаде жилого дома на улице Бегаж. А совсем скоро, в конце августа, жители Альметьевска смогут увидеть новую уличную скульптуру от Павла Игнатьева. Как именно она будет выглядеть, пока остается загадкой. Мы очень сильно концентрируемся на татарском контексте, на контексте этих мест, на истории этих мест и на тех людях, которые здесь живут. И мы делаем это в первую очередь для людей, которые живут в этом городе. В этом году арт-объектов станет больше. В середине августа в Альметьевск съедутся 20 художников из различных городов России. К ним присоединятся художники из Ирана и Греции. В планах продолжить работу на котельной номер 2. Здесь будет проиллюстрирована теория происхождения нефти, связанная с дивонским периодом и космическими образами, воплощенными в оптическую иллюзию. Также преобразятся 11 жилых домов. Шесть из них превратятся в страницы букваря. На это участников проекта вдохновил старинный букварь, найденный в деревне Елхова. Все арт-объекты будут объединены в один большой маршрут, который можно будет объехать на велосипеде. Чтобы можно было считать какие-то истории, о которых люди только говорят. Не те, которые можно прочитать в книгах, а те, о которых рассказывают друг другу люди. Прочитать их на стенах города – такого в мире нигде нет. И мы надеемся, что после реализации этой программы Альметьевск станет очень особенным местом на карте мира. Проект предполагает, что абсолютно каждый житель города может повлиять на то, как именно будет преображаться город. Экспертами из Москвы проводилось фольклорно-антропологическое исследование. Они общались с горожанами и узнавали интересные истории. Также сейчас альметьевцы могут делиться старыми архивными снимками города и его жителей, которые тоже могут быть проиллюстрированы на стенах зданий. Что нужно обязательно знать велолюбителю, кроме ПДД? Секреты, которые помогут уберечь велосипед от угона. Если у вас есть свои хитрости, отправляйте заявку на конкурс «Берегу велосипед». Мы продолжаем принимать заявки, ждем фото или видео на нашу электронную почту. Главный приз – велосипед. И прямо сейчас о погоде на среду. В первый день августа в Аметьевске будет ясно, ночью прохладно. Термометры покажут 16 градусов. Днем температура прогреется до 27. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Где летними вечерами в любую погоду бывает по-настоящему жарко, так это на площадках, где проходят бесплатные уроки по рок-н-роллу и буги-вуги. Об этом новый выпуск передачи «Аметьевск спортивный». Его для вас подготовила моя коллега Татьяна Леонтьева. А я прощаюсь с вами. До новых встреч на нашем канале.